Вопрос от британского издания «Индепендент». Первый вопрос. Как он считает… Он — это, видимо, я, Салман. Как он считает развитие технологий видеоконференций, особенно новых сервисов типа Google Hangouts, как они влияют на возможность предоставления дистанционного обучения? Как он считает, будет ли Академия Хана использовать их и в каких временных рамках? Интересный вопрос. Здесь есть пара аспектов. Прежде всего, надо сказать, что сама идея дистанционного обучения и обучение онлайн сейчас рассматривается как одно и то же. Большинство людей не видят между ними разницы. Что касается дистанционного обучения, ключевой момент тут в том, что происходит практически то же самое, что и на обычном уроке. Только обучающиеся не находятся в одной комнате. То есть фундаментальное отличие дистанционного обучения в том, что в процесс обучения вовлечён профессор или учитель, и что ученики также записываются на эти курсы. Они всё также встречаются в определённое время для прохождения курсов и для взаимодействия. Я бы назвал это синхронным обучением, то есть все ученики должны быть там в одно время, и все ученики продвигаются по курсу с одинаковой скоростью. То есть всё как в обычном классе, за исключением необходимости находиться в одном месте. Академия Хана не единственная работающая по этой схеме, но мы работаем скорее по асинхронной модели. Это значит, что не обязательно всё происходит одновременно. То есть я записываю этот ролик прямо сейчас, но вам не обязательно его смотреть прямо сейчас. Вы можете посмотреть его через час, через день или год. То есть вы можете заниматься в своём собственном темпе. Мы не рассматриваем видеоконференции в качестве основного рабочего механизма, хотя те, кто предоставляет курсы, компании или школы, могут рассматривать их в качестве такового. Мы же считаем, что можно записывать ролики, которые люди будут смотреть в своём собственном темпе, давать людям упражнения и получать обратную связь, и они будут продолжать работать в своём собственном темпе. Хотя мы считаем, что видеоконференции могут быть действительно интересными, мы их пока не проводили. Мы рассматриваем эту идею, и на самом деле для её реализации нам нужна другая полоса пропускания, и я думаю, что видеоконференции — это отличный способ наладить общение между учениками. Запишу сокращённо. Сейчас во многих классах, в которых начинают применять наработки Академии Хана, и даже в некоторых, которые ввели это самостоятельно, что мы очень приветствуем, каждый ученик работает в собственном темпе. Но когда у него возникает проблема, на помощь приходит либо учитель, в зависимости от полученных им данных, либо, что ещё лучше, другой ученик. Нет никаких причин, почему всё это должно происходить в одной комнате. На самом деле можно выйти за пределы класса, и здесь видеоконференции очень полезны. Если двое могут совместно использовать классную доску вроде этой, и у них есть планшет или планшетный компьютер вроде того, который у меня, они могут вместе проводить учебные сессии. Ещё лучше, если они могут записать это, чтобы в будущем другие смогли воспользоваться их наработками. Это очень мощный инструмент обучения, позволяющий учить друг друга. Это вопрос обучения, репетиторства или даже наставничества. Кроме того, непосредственный контакт может быть очень полезен для системы оценки. Сейчас в Академии Хана есть что-то вроде системы оценки работы. Вы выполняете задания, а система отслеживает, как вы справляетесь. В традиционном обучении оценка обычно происходит в виде письменного экзамена. Он проводится в форме тестирования, свободного ответа или эссе. Но я полагаю, что большинство из нас всегда понимало, что высшая форма оценивания — это либо практическая, либо устная. Практическая оценка означает, что если вы учитесь на медсестру, то под чьим-то наблюдением ставите человеку капельницу. Устный экзамен, а это уже стало стандартной формой в вузах, во время выпускных экзаменов всегда есть устная часть, во время которой ты сидишь перед полной комнатой преподавателей, а они гоняют тебя до тех пор, пока не убедятся в глубоком знании предмета. Нам кажется, что можно было бы, учитывая концепцию общения между учениками, проводить оценку не только способом, который уже используется в Академии Хана, но, возможно, и в устной форме. Допустим, мы ещё не выработали терминологию, но, допустим, вы на первом уровне в тригонометрии или в алгебре и хотите перейти на второй уровень тригонометрии. То есть как бы хотите войти в круг людей, в более узкий круг тех, кто лучше разбирается в тригонометрии. Для этого вам, в принципе, нужно показать, что вы выполнили ряд традиционных задач, предоставляемых Академией Хана самостоятельно и в своём темпе, что вы обладаете должными знаниями. А в будущем, возможно, будет устный экзамен с пятью обладателями второго уровня. И, допустим, если четверо из пятерых скажут, что вы готовы, тогда вы перейдёте на второй уровень. Тогда одной из ваших обязанностей как обладателя второго уровня будет оценка людей, желающих перейти с первого уровня. Потом, понятно, вам захочется перейти на уровень три или стать магистром всей математики, называйте как хотите. Я полагаю, что общение между учениками может быть очень полезным инструментом оценки знаний. Я с трудом могу понять, почему такая оценка не более строгая, чем те, что уже используются. Ведь вас оценивают не просто произвольные соученики, вас оценивают те, кто уже доказал своё глубокое знание предмета. Другая часть вопроса — будет ли Академия Хана пользоваться этим и в каких временных рамках? Опять же, использовать будем, но когда — не знаем. Это вопрос подключения ширококанального интернета. Кстати, ещё одна область, в которой видеоконференции могут оказаться очень полезными — это изучение иностранных языков. В этой области лучшим способом является полное погружение. Но, очевидно, это не всегда возможно, в том числе по экономическим соображениям. Но если погружение невозможно, то тогда лучше всего общаться лицом к лицу с людьми с другого края света, пусть даже они и не на другом краю света. Для своего ребёнка, а ему 2,5, я хотел бы найти приятелей в Скайпе или Гугл Плюс, чтобы они были из разных стран, и чтобы он общался с детьми его возраста, или чуть моложе, или чуть старше. Они смогут научиться хотя бы основам языков и будут учить друг друга. Я думаю, что таким образом можно достичь, если не полного, то хотя бы частичного погружения при изучении иностранных языков. Что касается основной части, грамматики и словарного запаса, здесь можно использовать нашу платформу упражнений, но вот это обеспечивает более глубокое понимание. Следующий вопрос — возможно ли, что аттестаты Академии Хана в будущем будут подтверждаться за её пределами, и, к примеру, будут признаны международные меры оценки академической успеваемости? Определённо, существует вероятность этого, и мы ищем возможности официального оформления академической успеваемости, достигнутой в Академии Хана. Мы считаем, что такие способы существуют. Может появятся такие места, куда ты приходишь, показываешь своё удостоверение и говоришь, «Смотрите, это я, я не буду там заниматься Академией Хана». И тогда мы можем подтвердить, что да, это именно тот человек, и тогда мы могли бы выдавать фишки или карточки, подтверждающие, что такой-то человек владеет такой-то информацией. Тогда встаёт вопрос широкого признания, и тут, мне кажется, задета более общая проблема. Об этом мы с вами говорили в других роликах, в других лекциях. В данный момент образование является как бы смесью учебной части, аттестационной части и маленькой части, посвящённой социализации. Некоторая социализация имеет место. Когда вы учитесь в университете и платите за это большие деньги, вы получаете всё это, и в зависимости от того, кого вы спросите, разные люди считают, что платят за разные аспекты образования. Большая часть студентов в большей части вузов, скорее всего, будет сосредоточена на аттестации. Но если задать этот вопрос администрации вузов, они ответят, «Ну нет, все ресурсы идут вот куда». Аттестация — это просто способ удостовериться, что они выучили предмет, но на самом деле ресурсы уходят сюда. Я обдумаю, может ли Академия Хана устроить аттестацию, имея в виду аттестацию третьим лицом. Я думаю, что основной вопрос — можно ли это разделить? Можно ли разделить, создать линию разделения между учебной частью образования и аттестационной частью? Думаю, что если решить эту проблему, произойдёт некий прорыв. Мы могли бы создать, и не обязательно, чтобы это исходило от Академии Хана, это может исходить от правительства или НПО, да откуда угодно. Если бы существовала международно признанная система оценки — экзаменов, практических или устных, или письменных, или всё вместе. Если бы существовало что-то такое на международном уровне, то внезапно весь остальной образовательный мир начал бы соперничать вот здесь, и тогда бы все студенты старались получить вот это. Что особенно привлекательно в такой модели — это то, что Академия Хана могла бы конкурировать на равных. Но если студенты, обучающиеся в Академии Хана бесплатно, показывают такие же знания, как и студенты, которые тратят десятки тысяч долларов, или кто-то скажет «это мне просто больше подходит», или кто-то из студентов, кто учится на работе, или по учебникам, но это позволяет студентам учиться наилучшим способом, способом, который лучше всего подходит для их карьеры или экономического положения. Что ещё хорошо при международном признании, так это решение той проблемы, что сейчас существуют именитые учебные заведения, что если тебе повезло в такое попасть, то в твоём резюме будет стоять заведение, признанное во всём мире или во всей стране. Проблема в том, что большая часть вузов не имеет международного признания или признания за пределами своего региона, но есть студенты, которые учатся очень хорошо, они очень хорошо учатся в своём региональном вузе или колледже, и потом они получают аттестацию. Они получают вот эту вот аттестацию, но она не универсальна, она признаётся не везде. В соседнем штате или соседней стране другая система оценки, и там не знают, как оценивать эту аттестацию. То есть эти студенты, которые действительно хорошо изучили материал, могли бы пройти внешнюю аттестацию и подтвердить, что их знание не хуже, чем у выпускников Гарварда или Оксфорда.